Существо мы обсуждаем уже лет 30, наверное, и, казалось бы, уже должно было надоесть, но нет. Напротив, как раз сейчас, на фоне совершенно феерических событий в мире, вопрос о содержании, концептуальном содержании внешних политик, внешней политики, наверное, становится таком актуальным. Ну, действительно, сейчас, даже с утра, открыв глаза, страшновато залезать в новости, потому что каждый день что-то, новые рекорды и новые планки берутся, высоты. Сегодняшняя новость, изложение письма президента Соединенных Штатов от президента Турецкой Республики. Да, это просто, вот, я вот очень люблю Трампа, очень ценю его твит, твиттер, но такого даже я не ожидал, он, видимо, дальше пошел. И, ну, и много еще другого происходит замечательного. Но, тем более, вот эта вот наносная, очень интересная, но явно все-таки поверхностная оболочка, она не должна за слоя главного. А главное заключается в том, что изменения, происходящие в мире, требуют крайне глубокого осмысления, причем осмысления с применением новых подходов, инструментов, концепций. И здесь у нас непаханное поле, как у специалистов по международным отношениям. Ну, и одновременно мы, наверное, все в большом долгу перед реальностью, потому что мы до сих пор не предложили вот этих самых новых идей. Впрочем, не предложили не только мы, но и никто. Это несколько успокаивает. А мы с большой радостью узнали о выходе книги с незатейливым, но очень емким названием «Либерализм в 21 веке». Там все аспекты либерализма освещены, я очень рекомендую с ней ознакомиться. Но мы, естественно, заинтересовались той частью, которую Владимир Александрович взял в себя, а именно внешнеполитическая составляющая либеральной политики. Я надеюсь, что мы сегодня сможем, во-первых, понять, что это такое. Во-вторых, забраться применимо ли это к нашей сегодняшней реальности, как российской, так и мировой. И я думаю, что мы этим мероприятием стараемся открыть некую серию дискуссий, потому что если мы уж берем либеральную внешнюю политику как вариант, то почему бы нам не обсудить и другие возможности, которые существуют. Идеология не единственная, вариантов много. И консервативная, и национально ориентированная, и левая внешние политики сегодня вот в этом хаосе, по-моему, вполне достойны того, чтобы их обсуждать, чтобы потом уже понять, можно ли из этого конгломерата что-то выбрать для себя. Ну, собственно, и все. Тогда я передаю слово автору. Спасибо огромное. Я очень рад, что такой полный зал, и это свидетельствует о том, что есть потребность в проговаривании, в переосмыслении международной ситуации, в том числе российской внешней политики. И мы в нашей книге постарались внести свой скромный вклад, обозначив либеральную перспективу, либеральный взгляд как на в целом системные международные отношения, так и на современную российскую внешнюю политику. Хочу, прежде всего, поблагодарить Сергею Санчу, потому что инициатива сегодняшнего разговора была личной вины. И он, когда увидел книгу, сразу понял, что, видимо, есть смысл провести дискуссию на эту тему. И будем надеяться, что наша дискуссия поможет и в работе СЛОПа, и в работе журнала «Россия в глобальной политике», и нашего любимого факультета, на территории которого мы сегодня собрались. Два слова книги. Это был огромный международный проект. Он продолжался полтора года. Я был его руководителем. В работе постоянно действующего научного семинара за эти полтора года заприняло 70 российских, немецких, французских, болгарских и прочих европейских экспертов. Их мы отбирали по принципу компетентности и лиральных взглядов. То есть эта книга является суммарием дискуссии внутри либеральной среды. Мы не приглашали в среднем тех и диалогах, которые упоминал Деду Александровичу, потому что нам было ценно разобраться в своем либеральном кругу. Была проведена большая серия семинаров. Основные аргументы и анализ которых собран в этой книге. Книга вызвала большой интерес. Первый тираж небольшой 500 уже разошелся. И сейчас напечатан второй тираж 500 экземпляров. И тоже потребность спроса на этой книге достаточно большой. Это краткого проектия книги. Теперь по поводу либеральной внешней политики. Дед Сенч сказал, что хорошо было бы определиться предмет, что это либеральная внешняя политика. И на самом деле существует целый ряд концептуальных текстов, которые вполне ясно отвечают на этот вопрос. Есть целая теория подхода либеральных и международных отношений. Есть целое направление из теории. У меня есть Тимофей Прозачев, учитель в учебнике. У меня как раз слышали, что есть и либеральная теория международных отношений. Но в качестве примера я могу привести книгу, не книгу, большую статью нашего коллеги по слуху Дмитрия Витальевича Травина, который написал в 2006 году, то есть отмечу в 2006 году, Дмитрий Тренин, который написал большую статью в журнале «Знамя», номер 11 за 2006 год, отмечу в 2006 год, это до Минкенской речи, и до, соответственно, Гурзинской войны и украинских событий. Статья называлась «Россия в мире 2017 года. Контр-либеральная внешняя политика». Очень интересная статья, большая. Я из нее выделил короткий раздел для нашей дискуссии, где Тренин формулирует либеральные принципы для российской внешней политики. Их всего три. Но аксиоматика такая. Либералы и консерваторы, то есть все политические круги России, должны признать принцип суверенитета национальных интересов России в качестве основы внешнеполитического курса. Я думаю, это не подлежит дискуссии, потому что все присутствующие в этом зале, вне зависимости от того, либералы они или нет, являются патриотами и хотели бы, чтобы Россия защищала свои интересы. Другое дело, что мы по-разному их понимаем. «Внешняя политика России», пишет Тренин, «должна быть наценена на повышение конкурентоспособности и опираться на сравнительные преимущества России». Тоже очевидная вещь. Итак, три основных принципа, предлагаемые Тренином 13 лет назад. Первый. Принцип содействия модернизации. В соответствии с этим принципом, отношения с другими странами рассматриваются, прежде всего, как факторы внутреннего развития России, главный ценностный аспект – модернизация. Второе. Принцип обеспечения национальной безопасности через международное сотрудничество. Абсолютно либеральный принцип. Согласно этому принципу, Россия проводит целенаправленную линию на демилитаризацию отношений с НАТО, включая США, дружеские отношения с Китаем, партнерство с Индией, взаимодействие с другими, противодействие трансграничной угрозой. Цель – вхождение России в зону устойчивого мира, охватывающего страны Европейского Союза, Северной Америки и Лукомии. Наконец, третий принцип – принцип глобальной солидарности. Россия способствует продвижениям всего международного сообщества, более цивилизованным формам общения и взаимодействия. Торговая дипломатия, охрана окружающей среды, права человека, принципы правосудия у Сегадова и вовну. Вот три основных принципа, если они в полной мере отвечают на вопрос Федора Александровича. Как можно трактовать базовые принципы либеральной российской внешней политики? Еще раз повторю, принцип состейской модернизации, то есть вся внешняя политика должна быть подчинена задачи внутренней модернизации России. Если что-то во внешней политике идет во вред внутренней модернизации России, это должно быть окрошено. Второй принцип – безопасность через сотрудничество. Третий принцип – глобальная солидарность. Сразу можно заметить, что по всем этим трех принципам реальная современная внешняя политика России не вполне вписывается в эти три принципа. Дальше тренер предлагает пять конкретных областей. Это соседи, большая Европа, где он замечает, что Европейский Союз должен быть нашим основным партнером. И цель – это достижение интеграции бесчленства. Тихоокеанская Россия, реконструкция Юга и новый контракт с Америкой. Думаю, что Дмитрий Суслов много мог бы рассказать о том, что мог бы представить себе новый контракт с Америкой. Второй текст, особенно сейчас, после сегодняшнего письма Трама. Второй текст я приглашал Анатолия Адамишина, чьи Деслопа, наш старый товарищ и друг, выдающийся советский российский дипломат. Он выпустил, на мой взгляд, великолепную книгу. Я всегда всем ее рекомендую. Это его мемуары, называются они в разные годы внешнеполитические очереди, 2016 год. Книга заканчивается коротким эпилогом, полторы странички, где Адамишин пишет, что если бы я помечтал о идеальной, оптимальной для России современной внешней политике, она бы выглядела так. И дальше он излагает 11 пунктов коротких, которая, с моей точки зрения, героиня американских депрессий подошла. Итак, Адамишин излагает программу, точнее, излагает суть оптимального мнения российской внешней политики на современном этапе, которая, с моей точки зрения, является программой либеральной внешней политики для России сегодня. Любопытно, что Анатолий Леонидович Адамишин в основу своего анализа кладет Горчакова и цитирует письмо Горчакова императору Александру Второму от 3 ноября 1965 года. Письмо довольно знаменитое, тем не менее я процитирую этот фундаментальный фрагмент этого письма. Итак, что пишет Горчаков Александру Второму в ноябре 1965 года? «При современном положении нашего государства главное внимание России должно быть упорно направлено на осуществление дела нашего внутреннего развития. И вся наша внешняя политика должна быть подчинена этой основной задаче». И дальше он продолжает не менее любопытной фразой Горчаков «Все усилия нашей политики направлены на то, чтобы Россия могла избежать внешних действий». Вот это та самая знаменитая Горчаковская сдержимость в целях внутреннего развития. Когда Тренин писал свою статью, он, может быть, помнил это письмо Горчакова, может быть, не помнил, но если обратите внимание, то первый принцип Адамишина и Горчакова, и Тренина абсолютно совпадает. Разными словами, но принцип один. Внешняя политика должна быть полностью подчинена целям внутреннего развития. Горчаков не знал слова модернизация, но суть та же самая. Итак, что договоряет Адамишин? Первое. Внешняя политика на всех азимутах – это грести под себя капиталы и новых авторов, стремясь облегчить переход России от сырьевой экономики к диверсифицированной и дальше понятной. Второе. Россия продолжает курс на интеграцию в основные международные организации, как на Западе, так и на Востоке, участвуя в форумах, позволяющие защищать ей свои интересы. Третье. Планируя свои внешнеполитические акции, Россия оценивает их прежде всего с точки зрения, принесут ли они пользу стране или нет. Если страна не зарабатывает, такая акция должна быть отклонена. Не геополитический фетиш, а здравый смысл – вот девиз нашей внешней политики. Четвертое. Россия отказывается от затратных мероприятий, носящих имиджевый характер. Четвертое. Привлекательный область страны создается не самореклама. Пятое. Россия трезво оценивает угрозы своей безопасности. Наиболее серьезные находятся не вне страны, а внутри, в том числе потому, что защитные механизмы изъединены коррупцией. Шестое. Внешняя безопасность России обеспечивается преимущественно политическими средствами, включая активные усилия по совместному сразу перед государствами противодействию угрозы, как локальным, так и глобальным. Седьмое. Военная составляющая строится по принципу разумной достаточности, предполагающему, что страна может нанести любому агрессору неприемлемый урон. Восьмое. Россия за радикальное сокращение оружия, в вывязке с высокоточным оружием, достигаемой путем переговоров с США и подключения к договоренности других государств. Девятое. На международном поприще Россия выступает твердым сторонником мирного развития, урегулирование конфликтов, демократизация отношений между учащих и мировым сообществом. Ну и дальше дипломатическая служба, которая не использует георгический язык в стиле Трампа, и поддержка бизнеса и инвестиций. И одиннадцатое. Абсолютно Горчаковское. Россия избегает быть вовлеченной в ситуации, где не затронуты ее жизненные интересы. Это особенно касается использования за рубежом российских вооруженных сил. В случае необходимости Россия сумеет постоять за себя, но конфронтация не выбор России. Что мы видим? Горчаков тренинг в шестом году, Адамишин в шестнадцатом году. Замечу, что Адамишин писал этот эпилог в своей книге уже после Крыма. Абсолютно консенсусно формулирует принципы внешней политики, которые являются одновременно реалистическими и либеральными. Четвертый документ. Указ президента Российской Федерации. Об утверждении концепции внешней политики Российской Федерации. Шестнадцатый год. Уже после Крыма. Все присутствующие здесь специалисты знают ее наизусть. Поэтому не буду ее детально цитировать. Обращусь с вниманием на то, что в перечне основных задач все доедино являются декларации либеральной внешней политики. Задача первая. Обеспечение безопасности страны, но на базе укрепления правового государства и демократических институтов. У нас, в Институте, не у них, у нас. Второе. Создание благоприятных внешних условий для экономического развития и экономической способности России. Третье. Упрощение позиций России как одного из влиятельных центров мира. Четвертое. Укрепление позиций России в мировом рынке, недопущение их дискриминации и так далее. Дальше. Дальнейшее продвижение курса на укрепление международного мира, безопасности, стабильности, демократическая международная система, коллективное начало, международное право, устав ООН, равноправие, партнерство и так далее. Дальше. Добрососедство с сопредельными государствами, устранение имеющихся очагов, то есть мы должны не создавать очаги, а устранять. Развитие двусторонних и недосторонних отношений в рамках форумов, суверенитет, прагматизм, несторонняя эффективная защита прав законных интересов граждан, усиление воли России в мировом гуманитарном пространстве, укрепление позиций российских СМИ, содействие развитию конструктивного диалога. Что мы видим? Концепция действующая внешней политики Российской Федерации, утвержденная президентом Российской Федерации, почти дословно совпадает с Корчаковым, почти дословно совпадает с Трениным и вообще почти до запятой совпадает с Адалишем. Дополнительно к этому, уже сейчас я приближаюсь к завершению, несколько аргументов, которые содержатся в нашей главе, в нашей книге. Мы говорили в книге о том, что впервые в мировой истории после 1945 года широко распространились либеральные принципы международных отношений и было создано огромное количество международных организаций, институтов, структур, которые призваны защищать права человека, свободу, демократию, международное сотрудничество, свободу торговли, диалог, толерантность, транспарентность. И прочее, и прочее. ООН, ОБСЕ, Совет Европы и так далее, и так далее. То есть впервые в мировой истории либеральная внешняя политика превратилась из научной доктрины в гигантскую систему международных институтов международного права. При этом авторы нашей статьи, совершенно справедливо говорят, что работает это все очень плохо, зачастую не работает вообще, а в последние годы сплошь и рядом нарушается тем и вовремя. Второй момент. Отмечается, что международный порядок понимается по-разному. Можно понимать его в традициях реализма, как основанной на балансе сил и на руновесе сил Киссинджер, а можно понимать, как предлагают либералы, на стремлении к общим ценностям и к сотрудничеству многосторонних структур. Отмечалось, что почему важно международное право и почему нежелательно его нарушать, в том числе и России. Потому что стабильно работающее международное право создает режим предсказуемости для всех участников, безопасности для всех участников и определенной уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне. Отмечалось, что недооцененной структурой является ОБСЕ. Один из наших экспертов говорил о том, что вот чего вы ищете, на основе чего строить либеральный международный порядок. Но вот же есть ОБСЕ. В нем все и Россия, и США, и Канада, и Казахстан, и весь Европейский Союз. И есть три корзины, где взаимная безопасность, гарантии границ, неумешательство и широкое экономическое сотрудничество. И защита прав и свобод человека. А в последние годы ОБСЕ подключил к этому еще и экологическую тематику и так далее. Вот, казалось бы, есть структура международная, абсолютно либеральная, по своим фундаментальным установкам и правоустанавливающим документам. И один из наших экспертов говорил, давайте укреплять, развивать ОБСЕ. Вот тем самым мы и укрепим либеральный международный порядок. Еще был очень важный аргумент, который давайте мы обсудим. Многие наши эксперты, как для них был Загорский, Ознобищев, Руткин и другие, говорили о том, что России невыгодно, фундаментально невыгодно разрушение международного порядка, верховенского права и ослабление международных организаций сотрудничества. Почему? Разрушение права, порядка и международного сотрудничества усиливает фактор силы, простите за каталогию. И больше ролик будет играть силы. А на этом фоне можем ли мы утверждать, что Европейский Союз в своем нынешнем состоянии и Россия в своем нынешнем состоянии будут самыми сильными игроками в разрушенном порядке международного сотрудничества и так далее. И поэтому наши эксперты говорили о том, что России, напротив, необходимо всячески укреплять международные структуры, укреплять механизмы сотрудничества и поддерживать международное право, как демпфер. Было использовано такое выражение, демпфер, который сдемпфирует возможные угрозы от более сильных центров силы. Андрей Загорский предложил подумать над теорией Микарла Дойча, в частности над теорией Международного сообщества безопасности и его теорией коммуникации. Напомню коллегам, что речь шла о том, что Дойч на примере Канады и США показал, что можно без утраты суверенитета, без создания наднациональной интеграционной группировки. За счет, при наличии гигантской разницы потенциалов военно-стратегических между США и Канадой, обеспечить абсолютно мирное сотрудничество двух соседних государств, при полном исключении угрозы конфликтов и войны. И он говорил о том, что для этого нужно развивать каналы коммуникации. Экономика, торговля, инвестиции, информация, человеческие связи, наука, образование, спор, все что угодно. Чем больше каналов коммуникации, чем больше число людей и структур вовлечено, тем можно надеяться на более скорое и более прочное формирование международных сообществ безопасности. Кстати, я с удивлением обнаружил, что у нас ни одна из классических книг Карла Дойча не переведена на русский язык. И наши студенты, кто не очень владеет английским языком, не имеют возможности знакомиться с идеями этого выдающегося, одной из крупнейших социологов и политологов 20 века. Может, нам, коллеги, стоит подумать, что это? На этих дней все владеют. Хорошо. Да, все владеют. Сергей Азобичев говорил о том, и это отражено в книге, что часть либеральной внешней политики должна стать четко выраженная военная политика. Он тут опеллировал прежнему известному миротворцу. И сформулировал такой максимум Сергея Азобича, что возвращение к нормальности, к реализму, отказ от мифов и есть сегодня возвращение к либеральной ценностям. Сергей Рудкин обратил внимание на то, что в России, да и вообще в мире, сильно недооценивается потенциал действующих организаций международных послосотрудничеств. Он приводил примеры, что гигантская повседневная работа проводится в ООН по самым разным направлениям. Гигантская работа позитивная проводится в Совбезвелу. Огромное количество совместных операций, программ, мероприятий. Очень эффективно и много делается в рамках различных направлений Большой двадцатки. Важность Совета Европы. Его тезис был в том, что даже те либеральные структуры, которые есть и работают, и делают очень много, находятся вне поля внимания как исследователей, так и общественности. Основное внимание уделяется скандалам и конфликтам, и отбрасывается тот позитивный опыт, который есть. И Сергей Рудкин сказал так, что наша задача притормозить, именно в интересах России, притормозить деградацию международного права и международных институтов. Таким образом, мое краткое резюме. Я считаю, что либеральная внешняя политика вполне может быть сформулирована на концептуальном и доктринальном уровне. Либеральная внешняя политика отвечает в целом национальным интересам России. И в этом смысле она вовсе не является каким-то маргинальным или архивным документом, или какой-то маргинальной школой мысли. Она против должна вернуться в наши дискуссии. И через призму либеральной перспективы можно рассматривать и украинский конфликт, и санкции, контрсанкции, и сирийский конфликт, и Венесуэлу, и программы вооружений, и наши отношения на постсоветском пространстве, и конфронтацию, в которую мы сейчас попали с Европейским Союзом. И при внимательном отношении к либеральным аргументам, на мой взгляд, мы могли бы внести довольно полезный вклад в коррекцию и в улучшение, и в формулирование более продуктивной российской внешней политики. Спасибо большое. Спасибо большое. После выступления Владимира Александровича у меня создалось, как раздваивается мое желание. Потому что, с одной стороны, мне кажется, было бы правильным начать все-таки с более общих вопросов, из содержания того, что такое либеральная политика, потому что вот в процитированных вами работах и ссылках все-таки есть ощущение, что мы, когда начинаем обсуждать либеральную политику вообще, тут же переходим на отношения России и ЗАГО. И это взаимосвязано, конечно, но это все-таки разные вещи. Потому что, что такое либеральная политика, неприменительно вот к нашему текущему моменту, а вообще концептуально, это очень важно понять. И для, ну, если мы полагаем, что в Соединенных Штатах, допустим, ну, не берем последние год-полтора, но до этого проводили либеральную политику, я не думаю, что у них была задача, как это вот вы сказали, исключительно внутренняя модернизация и обеспечение условий жизни антилиберальной политики. Да, но в любом случае это не по-другому все формулировано. Как это не было, вот этот вопрос я хотел бы, чтобы мы сегодня обсудили, а уже второй вопрос, конечно, насколько эти принципы применимы к нашим отношениям, чем не только к Западу. Вот опять же, мы почему-то скатываемся сразу к тому, что, говорим, Евросоюз и Университет, безусловно, очень важно, а как либеральная, гипотетическая российская либеральная внешняя политика скажется на отношениях с самым главным, объективным, самым главным, нашим партнерам, соседам и визави на следующую несколько десятеньких и так. Вот это, мне кажется, важно. Но, пожалуйста, Евгений Александрович, здоровья, вас слышим. Спасибо большое Владимиру Александровичу, который очень замечательный профессор. Во-первых, он любим, что мне очень нравится, любим студентами. Во-вторых, мы видим, что он очень быстро коммунирует и структурирует. Это первое. Второе. Почему мы решили, кроме уважения и любви к Рожку, затеять эту дискуссию? Совершенно очевидно, что наша внешняя политика, наша политика внутренняя уже несколько лет, как прошла определенные периоды, когда мы взаимыли и мы повысили. Мы повысили по многим причинам, ну, в внутренней политике это одна группа причин, связанная, а во внешней политике мы добились всего, чего хотели. И с 16-го года бесит. Напомню, я вам покажу идею к третьему риму, но была всегда в высокой георгизированной стороне России была всегда идея. К чему-то мы стремились. Стремились мы даже парадоксальным образом и последние 20 лет, когда сначала мы стремились все идти в Европу, а потом поняли, что это невозможно, обиделись, встали вставать с колен, потом встали за великой державой и все у нас получилось. А после 16-го года мы не знаем, куда дальше идти. Это первое. А вот то же самое внутреннее, я не хочу в этом ходить. Поэтому нам нужно сейчас просто, может быть, к тому же, учитывая все имения в мире, подумать о том, какой это внешняя политика должна быть. Ну, понятно, что Ваним Санкевич из политической корректности, которую я приветствую, не назвал главный постулат либеральной внешней политики, это следование про грустный запад. А это совершенно понятно, но вот, это, ну, вот, он же все аккуратно обошел, вот, но мы, тем не менее, знаем, знаем, что все это означает. Но действительно, мы, добившись всего, нуждаемся в больших, больших новой идее. Будет ли она либеральная, а антилиберальная не узнает. Скорее всего, внешняя политика не может быть ни антилиберальная, ни контрлиберальная, но, тем не менее, в ней могут действительно быть использованы некоторые из пенсионов, о которых Ольга Александровича говорил и о которых он не говорит. И вот тут мне, в качестве затравки, я продуманно могу сказать, что удивительным образом наши либеральные друзья, или мы внутри, не называют главный принцип либерализма, это свобода выбора, вообще свобода. Ни один, ни в одной из этих замечательных статей не было свобода выбора. А современная западная политика до недавнего времени отрицовала всякую свободу выбора. И тут я могу утверждать совершенно четко, что Россия суперазбиральная держава, потому что, лишив Запада военного превосходства, она сбросила Запад на единство человечества, и человечество может свободно развиваться. Как оно хочет, это свободно. То есть не Запад, это свобода. Это тоже нам нужно понять, хотя это понять нам очень трудно, потому что мы, естественно, в определенной интеллектуальной среде. Это первое. Второе, конечно, что такое исследование международной практики. Это очень трудный вопрос, потому что, вообще говоря, я всегда считал, что Советский Союз и даже изначально Россия были излишними, дежурналами излишними международными правами. И стали мы от него отступать после того, как наши партнеры занялись от коррадом модетизмом, зверскими агрессиями, чудовищными преступлениями. Вот поэтому мы сказали, ну да, и нам тоже. Ну, правда, мы не отрицаем полностью международное право, и нам шеверные, и нам это будет. То же самое относится к международным организациям. Мы очень активно, это есть там, многие международные лигенты, которые были разрушены, которые разрушались. Вот, естественно, и Россия, по-моему, один из самых членов активных членов ООН, постоянно предлагает цехи в многосторонние форматы. И для цеха либеральной или нелиберальной политики. Но есть, опять же, в рамках нашей дискуссии люди, которые говорят, что они либералы, предлагают нам участвовать во всех форумах, которые существуют. И что это является то, что участие в международных форумах есть, в принципе, признак качественной политики. Ну, я могу вам сказать следующее. Я полтора года провел представителя от России, высокой группы, там, совершенно потрясающего уровня, мандрецов при ОБСЕ. После этого я просто про ОБСЕ, это вспоминать. Я должен обожать в чешу. Это полная, ничтожная, смешная организация, не для цитирования, на которой занимаются... Просто отором берет, чем они там занимаются. Просто отором берет. И когда нам говорят о том, что они занимаются экологией, это врут нагло, беспощадно. Они не занимаются практически ничем. Экономикой врут нагло, беспощадно. Они занимаются тем, что выстраивают, что мешают созданию системы и общеевропейской безопасности, где не надо. Но это главная задача ОБСЕ. Это первое. Поэтому нам нужно просто понять, что может быть принципы не были, а может быть в этой ситуации и идти чисто отход. Теперь про вопрос, если либеральная ценность в военской политике отвечает многосторонность. и уменьшение опор на силу. Я не говорю о том, что я эти принципы совершенно отвергаю, потому что я считаю, что единственная возможная прочная основа любой политики – это кашопор на силу. Просто какую, в какой степени. Из сил сил очень много. Моральная, чисто военная, интеллектуальная, дипломатическая, экономическая и так далее. Но в нынешних обстоятельствах мы можем что-нибудь предлагать этому миру, которое пошло в разнос, кроме опор и насилия. Это очень простой вопрос. Да, мы, допустим, мы говорим, что нам было бы выехать для официальной России и говорить, что нам было бы здорово и настороженность. А в каком-то что? Ну да, мы говорим об односторонности. Пока видно, что все, что было создано, в том числе, что в том числе инстинуты возвращения вооружений, все остальное, все разрушается. Ну и, может быть, последнее, такой мед в дождь и дегтя, в общем, там был мед и раньше, когда я говорил, что мы являемся главным доставщиком свободы в мире. Это безусловно. Хотя я не прав человек, а свободу. Даже народу, в страну. Вообще говоря, Россия продвигает гигантский проект, который супер избирательный, но он совершенно не западный. Это большая Евразия, которая имеет в своей экономической основе воздание общеконтинентальной зоны свободной торговли, отвергает, соответственно, использование экономических рычагов, подтверкивает необходимость наладования коммуникации, основывается в своих принципах на безусловном уложении суверенитета, равенства и культурного многообразия. Может быть, это и есть либеральный проект. И давайте еще на секундочку вдруг подумаем, что в Евразии, очень тесно, в ГБД в Евразии, более либерального института, международно, нет. Ангра, ну, прогулок, одна страна, один бокс. Например, по решениям, которые имеют интересы для страны. То есть мы уступили этим странам, маленьким, возможно, право блокировать наше решение по жизненно важным экономическим, ну, по нарастающим политическим вопросам. Может быть, вообще-то прогибы либералы и антилибералы вообще-то бессмысленно. Но то, что очень важно, это, мне кажется, даже, может быть, не результат дискуссии региональных и антилибералов, а то, что мы должны сами понять, куда мы идем. Конечно же, Владимир Александрович говорил, что принципы региональных внутренней политики – это служение в будущем, когда мы получаем в Косбуре внешние страны, которые называют себя эльбералзумом, это мы исследуем. Посмотрите, Америка потрачила гигантский суд все время на всякие внешние области. И теперь пришел антилиберал. В общем, это смешение, мне кажется, делает нашу дискуссию, ну, как это сейчас, все в мире, немножко подосмогает. Но я надеюсь, что нам будет усиливаться. Ну что, давайте продолжим, хоть на славулю. Спасибо большое. Я хотел бы тоже поблагодарить Владимира Александровича за его выступление, доклад и те исторические аналогии, которые в этом докладе приводились, в качестве доказательства не меняющейся валидности региональных людей, региональных инструментарий, я, конечно, так сказал, во внешней политике России. Я согласен с тем, что сейчас очень хорошее время для того, чтобы это обсуждать, потому что мировая политика действительно находится в стадии серьезного изменения, переформатирования. И те идеи, которые были достаточно самоочевидны, из-за этого их восприятие было, может быть, ограниченным, может быть, в чем-то учебом, на них сейчас можно посмотреть заново в современных исторических условиях. В нашей дискуссии сегодня было уже очень много сказано, в первую очередь, в выступлении профессора Рыжкова, о практической применимости либеральных отреевских во внешних политике для России. Мне кажется, что мы уже слишком много, достаточно много сказали рекомендаций для того, чтобы поговорить о фундаментальных вещах. И для того, чтобы поговорить о внешних, о этих фундаментальных вещах, мне представляется необходимо поставить несколько вопросов. Вопрос первый. Как соотносится между собой внешняя политика и международные отношения как таковы? Мы не можем рассчитывать на то, что международные отношения будут выстраиваться на либеральных принципах, как закон поведения для всех государств. Мы вынуждены принимать в качестве аксиомы то, что международные отношения все равно сохраняют свою хаотичность и главным стимулом поведения государства в реакции все равно останется эгоизм. И мы должны рассуждать, применять, рассуждать вопрос в внешней политике того или иного государства именно в том смысле, насколько те же самые либеральные принципы, либеральные идеи, концепции, инструментарии, они применимы в международной политике, которая создается такой, какой она была всегда и какой она всегда будет. И здесь мы, безусловно, соотносим свои инструменты с теми загрузками и вызовами, с которыми мы сталкиваемся. Вот Соколисович в уступлении упоминал про концепцию Большой Евразии. Я хотел бы напомнить, что концепция Большой Евразии вышла из достаточно скромной идеи, каким же образом ответить на китайскую инициативу одного пояса одного пути. И тогда Россия будет совершенно либеральное решение, привозить Китай к институциональному сотрудничеству, не устраивать никакой конкуренции, втягивать китайцы в институты, приучать их к работе в институтах и так далее. То есть Россия привала совершенно элементарно, как по учебнику теории международных отношений, комбинацию применения играли в внешней политике. Но с собой все проблемы, возможно либеральное внешнее в неиберальном мире, это не снимает. Тем более сейчас, когда крупнейшие игроки, в первую очередь, США и Китай даже не петингуют на то, что и внешняя политика является либеральным. Даже не говоря об этом. Второй вопрос, который был задан нашим отрадом, что такое либеральная внешняя политика. Здесь ответ достаточно очевиден. Либеральная внешняя политика – это политика, которая ориентируется на сотрудничество, а не на силу. Это право. Право является инструментом. Когда право, то насущие понимают, как инструмент сотрудничества. И здесь, опять же, мы воспринимаем это применительно к каждой конкретной ситуации и к тем возможностям, которыми обладает ваше или то или иное государство, применительно его отношения с тем или иным государством вовне. Насколько оно способно оперировать именно к сотрудничеству, насколько апелляция к сотрудничеству является за него наиболее надежным инструментом отстаивания национальных интересов. Потому что инструменты могут быть разные, а национальные интересы остаются всегда. Мы можем устроить китайные институты, мы можем устроить с американцами военные, против американцев военные базы. В другом случае мы решаем задачи с первонационального интереса, обращаясь к разным инструментам. Следующий вопрос, каким образом, мне этот вопрос кажется очень важным, каким образом применение либеральных инструментов во внешней политике связано с интрополитическим московским государством? Насколько государства, которые в своей внутренней политике, например, Китая, в Евгене, государства, не являются либеральными традиционным европейским прочтением этого слова, насколько они способны адаптироваться в внешнюю политику к тем принципам, которые мы называем либеральным. То есть к сотрудничеству, к созданию институтов, ориентации на право, а не на односторонние действия. Вот это, мне кажется, вопрос фундаментальный, в том числе и для России, как страны, вступающие непосредственно взаимодействуя с другими игроками, внутренние устройства которых либеральным назвать весьма и весьма сложным. Вопрос, который уже мы затрагивали сегодня, это как либеральные инструменты внешней политики, соотносятся с динамикой внешних условий. Мы, имея те обязанности, которые государство несет перед своими гражданами, оно должно вести себя рационально. То есть в новейшей российской истории есть пример ирационального поведения, это новое мышление Михаила Крапачева, которое собственно так и вошло в учебнике по международным отношениям, например, ирационального поведения государства и стало даже основой для теории конкурсивизма, указывающего, что главное это не реальность, а то, как вы реальность воспринимаете. Да, вот человек, и у отсутствия образования воспринимаетесь реальность так. Хотя она была совсем другой и получилась то, что получилось. А следующий вопрос, мне кажется, тоже очень важный для нашей последующей дискуссии, на какие допущения и на какие компромиссы готовы идти государству, которые ставят либеральные принципы в основу своей внешней политики. Мы видим, что на протяжении всего периода после завершения холодной войны государству, в первую очередь, европейским в своих отношениях с американцами приходилось идти на очень серьезные компромиссы относительно своих либеральных ценностей. Насколько эти компромиссы были необходимы, в значительной степени неизбежны. Но не оказались ли они губительными для самих европейцев и для их дееспособности в современном мире. И то же самое мы можем спросить в России. Россия государство ориентировано, безусловно, на сотрудничество, на институты, на международное право. Но предел компромисса, на который мы готовы пойти в финансирование, когда другие важные, критически важные наши безопасности, игроки на это не ориентированы, вот этот предел компромисса пока не очевиден. В любом случае, при тех размерах, в таком диагностическом положении, какое занимает Россия. И соотношение тех издержек, которые возникают в связи с этими компромиссами и тех выгод, которые в конечном итоге мы от них получаем. Ну и последнее, мы об этом уже сегодня говорили, это, собственно, если посмотреть критически на российскую внешнюю политику, то она, конечно, была неразна. Знаете, вот у вас, по-моему, Валерий Александрович, лет пять назад, на замечательных алтайских горах, один крупный, Александр Бомзов, а вас, да, спросил меня, почему, вы, русские, перестали строить международные правила. Мы отец его, мы говорили о нем 25 лет. Мы говорили о нем 25 лет, 25 лет Россия пыталась проводить внешнюю политику, формальные критерии, формальные решения и действия, как в том числе озвученные вами, они были либеральными, но они сталкивались с той международной следой, в которой они выглядели неадекватно. И для России потребовалось пойти на компромисс с самой собой и отойти от этих принципов в целом ряде вопросов, для того, чтобы сохранить свой суверенитет в деле принятия этих политических решений и в конечном итоге обеспечить свою безопасность. При этом, возвращаясь к тому, чем закончивый Сергей Александрович Караганов, сейчас мы наблюдаем в российской внешней политике, мне кажется, мы наблюдаем признаки новой трансформации, когда объективная оценка возможностей России для обеспечивать свою безопасность в своем ближайшем окружении, на своей периферии, приводят нас к мысли о том, что мы это более эффективно обеспечиваем через сотрудничество, а не через силовой контроль, не через непосредственное управление. Мы создаем эти индикационные механизмы, мы их перерстуем, мы идем на многочисленные компромиссы с нашими партнерами именно в осознании этого. Внутренние и внешние факторы, большое количество альтернатив нам, существующего в этом мире, они начинают диктовать нам ревизию нашего внешнеполитического поведения. И наша внешняя политика становится другим. И здесь возникает последний важный вопрос. Каким образом Россия сможет сочетать неизбежную для своей политики, для своего окружающего потенциала великой державы с объективным запросом на то, чтобы ориентироваться на международное сотрудничество и создание института, по меньшей мере, на своей периферии. Это фундаментальный вопрос. И здесь мы должны найти некую золотую середину между экстримом, как и с той, и с другой стороны. Спасибо большое. Спасибо. Мне кажется, безусловно, ценность нашей дискуссии, и она, я надеюсь, будет увеличиваться по мере ее прохождения. Необходимо разделить понятие дискуссии либеральной и нелиберальной внешней политики от деления про или антизападной внешней политики. Потому что это совершенно разные вещи. Можно проводить либеральную внешнюю политику, но совершенно не в категориях про-западности, например. И, к сожалению, у нас все всегда скатывается к одному, к одной дихотомии, которая всегда, в общем, была ошибочной. Но сейчас она просто потеряла полный смысл, потому что Запада в том воображаемом понимании, как мы ее представляли себе довольно долго, просто не существует. И вот пример, очень хороший пример Сергея Александровича по поводу «Я и Евразеса», я, кстати, об этом не думал. Действительно, это олицетворение, на Западе олицетворение русской звериной имперскости, на самом деле адаптирует принципы, которые России были глубоко чужды, противны. Вот жизнь заставит. И то же самое, да, что Дональд Трамп реально проводит политику, вот как вы говорили, в интересах внутреннего. Но почему-то это тоже всем не нравится. Дима, спасибо большое. Я хотел в город, кажется, на самом деле, уступить. Во-первых, многое уже сказано. Я абсолютно согласен с тем, что, о чем только что говорил, Павел Александрович. Те российские дискурсы о либерализме во внешней политике, мне кажется, является заложником двух мифов. Первый миф, что либеральная внешняя политика должна быть априори антизападной, априори прозападной, что абсолютно не так. И если говорить о реалиях 90-х и 2000-х годов, то скорее либеральная внешняя политика должна была относиться к антизападной. Второй миф это то, что либеральная внешняя политика это такая внешняя политика, за которую выступают те люди, которые в России называют себя либералами. Вне зависимости от того, являются ли эти тезисы либеральными по своей сути или нет. И вот те многие положения, которые я зачитал и представил прекрасно Владимир Александрович, не имеют никакого отношения к либеральной мысли. Например, я вообще не услышал в том, о чем вы говорили, а многое из того, что вы говорили, противоречит базовому тезису либерализма о том, что в центре всех общественных отношений является человек и высшей ценностью является человек. Это абсолютно не вяжется с тем, что либеральная внешняя политика должна быть нацелена на укрепление государственного суверенитета. Скорее антилиберальная политика нацелена на укрепление государственного суверенитета. С точки зрения либерализма государство является инструментом защиты прав человека. Ну и конечно же, то, что вы говорили, не вовлекаться в те ситуации, где мы не извлекаем выгоды, заниматься только извлечением выгоды и только обслуживать свое внутреннее развитие, внутренние интересы, это называется меркантилизм, а не либерализм во внешней экономической политике. Совершенно проправ Федор Александрович, это именно тот курс, который сегодня наиболее ярко выражает Дональд Трамп, которого все совершенно справедливо называют антилибералом, а не либералом. Значит, что же на самом деле, мне кажется, стоит в центре либеральной внешней политики, ну, во-первых, это действительно то, что человек – это высшая ценность, это сотрудничество, о чем говорил Тимофей Вячеславович, но я бы даже здесь уточнил, сотрудничество ради извлечения любых выгод, то есть абсолютных выгод, не относительных выгод. Потому что реалисты говорят, что надо сотрудничать, ты получаешь больше, чем контрагент. Если ты получаешь меньше, чем контрагент, сотрудничество недопустимо. Либералы считают, что надо сотрудничать в любых обстоятельствах, потому что ты в любом случае получать хотя бы какие-то выгоды третье это улучшение международных отношений сделать международные отношения более мирными менее конфликтными исключительно минимизировать количество войн борьба за мир по сути дела это либеральная внешняя политика чтобы мы не говорили о прежнем действительно была либеральная внешняя политика значит многосторонность взаимозависимость которую кстати говоря не упоминали здесь очень базовая либеральная идея что экономическая взаимозависимость приводит к политическим позитивным качествам регулирование международных отношений и детерминированность внешней политики не только силе но и праву нормы институтов присутствует ли все это во внешней политике россии конечно же присутствует по полной программе другое дело и здесь конечно же большая гембразия классический пример либерального проекта во внешней политике с точки зрения реалистской традиции большая гембразия не может существовать в принципе потому что усиление китая с точки зрения реализма является автоматически ослабление нас и мы обязаны здесь иметь игру с нулевой суммы да но у нас нет такого подхода в отношении китая мы не воспринимаем усиление китая как угроз у нас нет игры с нулевой суммы в российской китайских отношениях и мы всячески пытаемся усилить многосторонность и и усилить многосторонние институты евразийском просто это и евразийский экономический союз и система внешних связей евразийского экономического союза это шанхайская организация сотрудничество да и вообще огромное количество многосторонних институтов которые россия искренне проект поддерживает и продвигать брикс да ну и организация нации это конечно же то что с нами всегда а вот поэтому элементы ключевые элементы либеральной внешней политики они в российской внешней политики есть даже сейчас и особенно сейчас другое дело должна ли какая-то парадигма доминировать в российской внешней политики здесь мне кажется абсолютно нет поэтому может ли быть должна ли быть российская внешняя политика абсолютно либеральной это все равно что спросить а должна ли она быть абсолютно марксистской линии не должна любая традиция вот здесь я абсолютно согласен с тимофеем мячеславовичем она ограничивает она что-то дает дополнительные инструментарий на внешней политики но Но она в любом случае не соответствует всему тому многообразию и всей той конъюнктуре, которая происходит в международных отношениях. Поэтому в российской внешней политике, равно как и во внешней политике любых других держав, вне зависимости от великих или не великих, должна присутствовать все многообразие научных школ и идеологий по международным отношениям и внешней политике. Их реализм, и либерализм, и, кстати говоря, конструктивизм тоже очень активно присутствует в российской внешней политике. Поэтому вопрос, на мой взгляд, должна ли российская внешняя политика быть либеральной? Частично да, но сама по себе постановка вопроса мне представляется искусственнее. Потому что нельзя ограничиваться какой-то идеей, какой-то идеологией, нельзя затихнуть всю внешнюю политику прокурсового ложи, какой-то одной идеологии. Иначе мы попадем в ситуацию Советского Союза, который, например, отказывался от того, чтобы признавать европейские экономические сообщества, начиная с 1957 года, что они просто не укладывались в советскую дактину о том, что сотрудничество между капиталистическими странами не может быть по определению. Ну вот, вот и не признаваем. Вот, ну нельзя же так выступать, да? Спасибо. На счет конструктивизма, мне кажется, нас во внутренней политики снимают очень хорошо. Мы конструируем просто вот. Так, пожалуйста, давайте. Спасибо. Я когда ехал сюда, подумал, сам с собой провел спорт, на каком выступлении начнется дискуссия от Эльбина. Вот, благодаря Диме, мой прогноз на том, что в пределах первой пятерки мы начнем спорить, что такое либерализм во внешней политике, должен разгореться. Поэтому я предложу, ну, некоторые свои тоже, понимание. Не вернусь, что либерализм? Думаю, включение. Вы не надо вычислить. Все, все, справился с техникой. Я пытался решить вопрос, на каком выступлении пойдет спор от Эльбина, что такое либеральная внешняя политика. Мне кажется, что правильно совершенно подходим, вырулил на правильное понимание, что внешняя политика России не уложится в какой-то один тренд. Она не сможет быть однозначно либеральной или антилиберальной. Почему? Да просто потому, что Россия как государство в каких-то случаях в либеральной политике выгодно, когда она имеет дело с более сильными агентами, такими как США или Китай, мы, естественно, склонны опираться на международное сотрудничество с позицией международных организаций. Когда речь идет о, скажем, наших окрестностях, где мы уже являемся доминирующим агентом, нам эта либеральная политика вдруг оказывается совершенно не нужна. Мы ее отбрасываем в сторону и манипулируем ей так, как хотим. Да, конечно, существуют организации, работающие по принципу «одна сторона, один голос». Но мы прекрасно понимаем, как это единство реальности воплощается. А так же, как концепция внешней политики. Она действительно выглядит предельно либерально. А результат ее совершенно противоположен. Что, потому что полный идиот занимается ее реализацией? Нет, просто потому что это такой фиговый листочек, который прикрывает основные задачи, которые решают внешнюю политику. Наши внешние политики. Какие задачи? Если мы сейчас вернуемся к пониманию связи между внутренней и внешней политикой, то мы понимаем, что задача внутренней либеральной политики – это а, благосостояние населения, благополучное население, б, безопасность населения от внешних и внутренних угроз, и б, это перспективность, прогрессивность развития. А что может быть альтернативой? И мы видим в воплощении, в общем-то, в нашей внешней политике. Задача ставится величие государства. Величие в разных формах, но в частности с экстраполяцией на внутреннюю задачу, не сменяемость властей. И если мы посмотрим на картинку мира, то мы увидим, что, с одной стороны, задача, которой придерживаются страны с так называемой, скажем, либеральной внешней политикой, кроме США, это страны со сменяемыми властями, а на другой стороне формируется пояс стран с не сменяемыми властями. Мы видим такую тенденцию в Китае, в Турции уже. И не зря сейчас генеральный секретарь Огутина сказал о том, что мир потихоньку начинает делиться на два лагеря. Один во главе с США, другой во главе с Китаем. К большому сожалению, после 2014 года мы себя, по сути дела, впечатали в этот второй лагерь. И да, мы в нем будем стараться придерживаться либеральных принципов, потому что для нас единственная возможность сохранить лицо и суверенитет, если мы будем экономическую гегемонию Китая, а скоро она станет и военной гегемонией, и политической гегемонией, если мы будем балансировать ее какими-то принципами либерального порядка, у институционального управления. Поэтому, мне кажется, мы в данных условиях просто обречены потихоньку, дрифуя, под крылышкой Китая. И, кстати говоря, почему она всегда считала, что либеральная политика – это про-западная политика. Потому что все модернизации России в истории, от прихода христианства и до технологических реформ 20 века, это были реформы, пришедшие с Запада, а не с Востока. Но за исключением административных реформ, которые придется через как. Поэтому Россия, печатая себя в Китай, ну уж какая получилась, да? Да, административная реформа прошла очень болезненно. Большое ценность, еще не скажешь, но плющий, если мы вспомним административное устройство России до Монгол, и после оно все-таки разное. Вот, мне кажется, еще раз подчеркну, что российская внешняя политика должна быть либеральной, опирающейся на институт, в том, что касается нашего взаимоотношения с Большим Восточным партнером и пространством Большой Евразии, и она становится совершенно либеральной, когда мы обращаемся с Западом. Все. Спасибо, Мишля. Один герой 17 мгновения весны говорит, что в Сервисе у нас ставится логика и либерализм. И вот это, пожалуй, единственный смысл слова «либерализм», который я тоже могу причислить себя к либералам. Во всех остальных, скорее, нет. И я попробую объясниться, пока не применитая внешняя политика. Я когда ехал на мероприятие, когда слушал, за один раз подумал о том, что есть несколько вызовов, не комментируя, которые не предлагают ответственность, на которые говорить о либеральной внешней политике несерьезно. Первый вызов – это право, институционализация права на вмешательство и целый режим глобального вмешательства, который стали формировать Соединенные Штаты с начала 90-х годов. Второй вызов – это принципиально неравномерный характер развития в современном капитализме. Третий вызов – это то, что трансфер институтов не работает в рамках теории модернизации. Четвертый вызов – это то, что концепция взаимозависимости тоже не работает, как гарантия безопасности. Причем все эти вызовы относятся именно к сущности того, что можно назвать либеральной внешней политикой. Здесь я поддерживаю Дмитрия Вячеславовича в том, чтобы попытаться на уровне какой-то логики идей соотнести внешнюю политику собственно с ядром либеральной мысли. Мы возьмем право на вмешательство. Я не считаю право на вмешательство, как оно мне не было неприятно, на неким эксцессом, что вот есть хороший либерализм, а есть плохое право на вмешательство. И это одна из законных возможностей в рамках либеральной концепции. Самая пафосная предпосылка либеральной мысли и одновременно самая скандальная с точки зрения интеллектуальной честности состоит в предпосылке до социальной природы прав человека. В этом смысле я бы, так сказать, немножко поспорил, как Дмитрий Вячеславович, делая на том, что человек в центре. Пафос либерализма состоит в том, что права человека до социальной, до общественной. Именно в этом состоит смысл. Это термины неотъемлемые права. Естественно, и поскольку, как справедливо отмечается, предисловие книги «Хорошо пользоваться своим разумом», девиз просвещения, «Я пользуюсь своим разумом» не могу понять и концептуализировать понятие до социальных прав. Оно противоречит, оно скругляет рассудок, потому что права возникают в момент их признания сообщества. До этого бессмысленно терминологически говорить о праве. Следовательно, права являются функцией неких прерогатив сообщества. Они конституируются сообществом именно как права. И как права именно в юридическом смысле уже они конституируются суверенным сообществом. Поэтому права индивидуальные являются функцией коллективных прав. Свобода индивидуальная является функцией коллективной свободы, а права индивидуальные являются функцией суверенитета. Вот это антилиберальная, так сказать, концепция и внутренней и внешней политики из этого вытекает. Эта антилиберальная концепция не подразумевает попрание индивидуальных прав. Напротив, она поднимает их на такую высоту, при которой индивидуальные права являются следствием суверенного статуса сообщества. И когда, условно говоря, чиновник или милиционер попирает достоинства гражданина, то он оскорбляет не только этого гражданина, он оскорбляет суверенно. Но для этого необходимо вот эту соотнесенность индивидуальных и коллективных прав концептуализировать. А в либеральной логике, если права досоциальные, если права предстоят и предшествуют суверенному состоянию сообщества и сообществу как таковому, то возникает некий слой, на который может ссылаться международное право и претендовать на то, чтобы не быть правом между государством, а на то, чтобы иметь свою собственную сферу регулирования, независимую от суверенного статуса государства и сообщества, которых они формализуют. Отсюда уже отгручивается как право размешать. То же самое неравномерное развитие. Когда мы говорим о неравномерном развитии обществ, которое характерно для современного капитализма, то с точки зрения либеральной внешней политики принципиально важно поддержание иллюзии того, что настоящие, если они будут хорошо двигаться, хорошо себя вести, подтянутся и улучшат свои шансы. С точки зрения здравого анализа структуры современного капитализма, неразвитые общества, неразвитые в том числе и именно потому, что существуют развитые общества, их недоразвитость является функциональным коррелятом, функциональным дополнением к развитости развитых обществ. И об этом начинали писать матиноамериканские экономисты типа Рауля Брейбиша. В общем, довел эту теорию, эту концепцию, такой всемирной славы Волерстайн. И в общем, несмотря на то, что у него доступна масса дыха, концепции, вот именно эта структурная логика, в соответствии с которой недоразвитие одних является функциональным дополнением к лидерству других, ее опровердать очень сложно. Это не значит, что невозможна история успеха, это не значит, что невозможно вырваться в другую лигу. Но вырваться в другую лигу значит сломать статус-кво и значит инициировать конфликт. То есть развитие, догоняющая модернизация, это не покорность Западу, это конфликт с лидерами развития. И недаром Эдвард Шиллс, крупнейший социолог, говорит о том, что модернизироваться, это значит становиться западными без времени в зависимости от Запада. Дальше, ну, проблема взаимозависимости. Как история отношений КНР и Соединенных Штатов на сегодня является прекрасной иллюстрацией того, что глубочайшая взаимозависимость не является панацеей от самых серьезных и далеко идущих конфликтов. В общем-то, на более мелком уровне в этом же качестве можно рассмотреть пример отношений России и Украины. Потому что взаимоотношения между Россией и Украиной экономико-технологически носили характер глубочайшей взаимозависимости. Глубочайшей. По целому ряду стратегических отраслей. Это ничему не помешало. И в дальнейшем можно искать из-за того, что вряд ли взаимозависимость, так сказать, будет гарантией мира. А между тем, я отмечу, что в нашей, так сказать, внешнеполитической концепции и риторике до сих пор делается ставка на взаимозависимость. Значит, и в этом смысле она действительно остается, так сказать, остается либеральной и абсолютно несоответствующей духу наступившего времени. Вот. Ну и вкратце вот о духе наступившего времени, как он не видится. Вот. Мне понравился тезис Сергея Александровича о том, что Россия в глобальном смысле является провайдером свободы или, по крайней мере, может быть таковым. Значит, единственное, я бы заострил этот тезис не только против Соединенных Штатов, но и против Китая. Я вижу два имперских правила и два потенциально тоталитарных проекта. Один — это проект Запада. Вот сейчас не буду за ними время объяснять, почему он имперский. По всем, так сказать, ключевым, базовым, историческим, историографическим, так сказать, критериям империи, или, по крайней мере, по многим или большинству он соответствует этим критериям. Вот. Почему он потенциально тоталитарный? Ну, мы видим, что поликторетность и либеральные идеологии становятся все более и более тоталитарны. Как по отношению к людям, индивидуально, не знаю, профессорам, которые сказали что-то не то, журналистам, которые написали что-то не то, так и по отношению к народу, если говорить о самом правильном решении. Системственность все более тоталитарна. Если в 19 веке свободомыслящий термин был синоним либералов, то сегодня это синоним чего-то другого. Но я думаю, скорее, синоним консервант. Что касается Китая, то колониальный характер, неоколониальный характер его проекта понятен. Тоже не нужно, чтобы сэкономить время, как-то это дополнительно обосновывать. Тем более, задача не доказать кому-то что-то, а просто показать мысль. Но он тоталитарный, потенциально тоталитарный в другом смысле, в смысле вот этого технотронного общества больших данных. Действительно, Китай лидер в сфере технологий больших данных. И Китай лидер в целом в ряде других сфер развития нового группы технологий, потому что минимум ограничений с точки зрения правильности, с точки зрения биоэтики. На Западе эти ограничения есть худо-бедно. Они скукоживаются, они отступают. Их гораздо больше, чем в Китае. В Китае их практически нет, поэтому вот то общество антиутопий, значит, связанное с цифровой экономикой, с биотехнологическим неравенством и так далее, которое рисуют, так сказать, фантасты, футурологи, оно будет строиться из Восточной Азии. И потом уже Запад будет играть догоняющую роль. И вот на фоне этих двух реально настораживающих проектов, настораживающих тех, кто дорожит свободой, и индивидуальной, и коллективной, Россия могла бы сыграть роль флага на движении неприсоединения. Но это очень сложная стратегия, практически недороятная, но она бы и была по политике свободы. Вот и у существующих таких стратегических условий. Спасибо. Буквально как раз в дополнение, что говорил Михаил, Россия уже является де-фактором микросоединения. Роль России в Азиатско-Четхоокеанском регионе как раз позволяет самым более малым и средним этим странам не делать губительный и нежелательный для них выбор между СССР и Китаем. Заявочку сделала. Да, собственно, вот об этом российская внешняя политика и есть. Примерно аналогичная роль на Нижнем Востоке и так далее. Второе, что вы говорили, доктрина вмешательства. И вот опять-таки эклектичность и либеральные элементы российской внешней политики. Россия, с одной стороны, критикует доктрину ограничения государственного зоиатета и вмешательства. С другой стороны, она практикует это сама. И в этом смысле российская политика в отношении Грузии в 2008 году в отношении Украины, в 2014 году абсолютно либеральная. В западную СССР. Все-таки, Дмитрий, в отношении Грузии либеральной была легитимация, потому что это была названа операция «Принуждение к миру». А казус Белли был абсолютно не либеральным, а традиционным нападением на российских военнослужащих. Медведев использовал тяги гуманитарных... Да, я говорю, что легитимация либеральная. Потому что это был российский казус Белли. Так, давайте дальше, кто еще есть желающий, пожалуйста. Ну, он не видел. Да, Александр Владимирович. Я. С огромным удовольствием, сэрпургом слушал. Потому что я догадывался об этом, но я только сейчас понял, что Китай – это плавный мировой ликерализм. Вот то, что сказала Владимир Александрович, хорошая была очень цитата, что там в дом надо все тащить и грести. Вот, собственно говоря, китайская модернизация в дом селопины – это все грести в дом и тащить отовсюду. И вот, собственно, то, что предпринимает это сейчас рам, это не дать Китаю грести и тащить в дом дальше. Я говорю, давайте мы поставим точку, вот хватит вообще грести там все ноу-хау, там, не знаю, полупроводники, какие-то там новейшие достижения, что давайте заканчивать. Поэтому можно сказать, что Китай бы и дальше был либеральным государством, только ему, американцы, не позволяют, поскольку они ему просто решительно не дают все продолжать, как это было сказано, грести все под себя, капиталы. И, ну, сейчас с деньгами у Китая хорошо, поэтому он тащит под себя только новейшие технологии, как правило. И потом, просто очень любопытно на уровне риторики, вот то, что там, вот, Дмитрий Вячеславович, на том, про человека-то, а предшественник Кази Дзиньпин, у Кудзиньтана, но главный лозунг был, это человек в качестве основы. Мне никогда в голову не приходило, что, оказывается, китайская внешняя политическая идеология, это не лишь политическая идеология, это не я там говорю, что Китай, что идеология Компартии Китая, то, что вот принципы, которые фиксировал Кудзиньтан, они же, оказывается, были либеральные, человек как корень, он человек все ради человека. Но, впрочем, другое дело, что у нас тоже об этом говорили, в те времена, когда он с либерализмом был, тоже с либеральной внешней политики, но как-то вот, тем не менее, параллельно лицо. И на самом деле, действительно, интересно, что переход, что вот почему все так недовольны среди длинных, потому что, действительно, это переход от человека в качестве основы национального возрождения китайской нации в целом. Что именно поэтому это переход от того, чтобы, хотя, конечно, по-прежнему говорится о том, что счастье, счастье будет стоить, благополучие каждого человека, это главная цель, по-другому партии Китая, но она на первом месте действительно нация, на первом месте действительно целая. А что касается остальных трех признаков, ну, короче, глобальное сотрудничество, мечта о глобальном сообществе человечестве будет, даже это же, как это, если мы ее выгодираем из контекста, ну, что может быть выбирание, как сообщество человеческой судьбы, построенное на полусотрудничество в области экономики, это сотрудничество в области безопасности, диалог цивилизации, это совместная защита экологии во всем мире. Ну, то есть, опять-таки, просто мне было, я просто очень впечатлил тем, что оказывается, что если вы берете любой конкретный спект китайской идеологии, китайской внешней политики, выбираете его из контекста, ну, что про то есть, потом вы складываете вместе этот фазл, получается что-то другое. У меня такое ощущение, что, наверное, и на американской, и на российской внешней политике, вот они со стороны взглядели точно так же, то есть, разные частички по отдельности, но вы не должны взглядать. Вот, потом выкладывается какая-то очень большая картина, и она вызывает какое-то такое вот, ну, огромное недоумение, что вот как же так, что с одной стороны, по поводу ценностей, сединитель пришел к власти и говорит, что... Раньше, говорит, мы все время стремились к выгоду извлекать, а вот теперь надо по-другому общаться с соседями, вот теперь надо уметь отказываться от выгоды ради долга, вот ради долга справедливости. В некоторых случаях, там, надо вообще, то есть, ну, надо совмещать долгу. Морально? Внешний долг, внешний долг можно списать, либо не списать. А вот консульцианский моральный долг справедливости, это было новое. Это эксперты обсуждали года два-три, сейчас об этом замолкли, поскольку в условиях торговой войны ставить моральный долг справедливости, высший выгод, вообще не бы нереально, но вот тот краткий промежуток между приходом Судзиньпина власти, началом торговой войны, вот эту идею, что долг справедливости важнее, чем выгоды, вот это обсуждали, широко комментировали, куча научных статей на это написано, сколько пропагандистских статей, сколько написано, вообще не говорят. сейчас про это как-то немножко с трампом, как бы, ну, нет абсолютно. Вот. Поэтому, как это самое, я призываю продолжать дискуссию в этом направлении и искать либерализм там, где на этом не ждем. Прямо всего хотел поблагодарить Владимира Александровича. Очень интересный доклад и все, так сказать, моменты, которые я услышал, они полностью соответствуют моим представлениям. Хотел сказать два слова о борьбе за мир в нашей внешней политике, поскольку здесь уже вот этот вот аспект упоминался, конечно же. Небольшое сравнение, значит, борьба за мир в советской внешней политике и борьба за мир сейчас. Но, опять же, уже говорилось, что в советское время мы реально бороться за мир, мы говорили о неприменении неяльного оружия первыми и так далее. Как обстоит дело сегодня? Сделаю сразу оговорку. Вот сидящие здесь мои уважаемые коллеги начинают Сергея Александровича, без всякого сомнения выступают за то, чтобы борьба за мир была важнейшей составляющей нашей внешней политики. Происходит ли это на самом деле? Ну, вы знаете, опросы общественного мнения в последние годы показали, что значительно возросла милитаризация общества, в обществе выросла боязнь войны, но мы можем сказать, что это из-за враждебного окружения. Но давайте вспомнить, что сказал президент Путин в обращении к федеральному собранию недалее, как весной этого года. Он сказал, наверное, нам никто не угрожает, давайте наконец займемся внутренними делами. Нам грозит технологическое отставание. Если мы этим не займемся, то мы окажемся на обочине. Но нам никто не угрожает. Как это сказал президент Путин. Я приведу еще, понимаете, очень сложно и бесполезно сравнивать, кто больше вмешивается в иностранные дела и так далее. На Западе один взгляд и оценки на этот счет, у нас другие оценки. Я об этом говорить не буду. Но давайте посмотрим на некоторые примеры на уровне культуры. Культура отражает, конечно, ощущение людей насчет того, что на каком уровне у нас сейчас находится борьба за мир. Вы давно слышали, что на больших концертах исполнялись песни «Хотят ли русские войны» и «Букенвальский набор». Я очень давно не слышал. Но прежде на любом статусном концерте в дворце съездов эти песни непременно исполнялись. И сегодня статусные исполнители их как-то обходят, потому что они знают, что лучше это обойти. Несколько лет назад я спросил своего мужа, когда она еще была в вашей школе, я говорю, а вы поете на уроках музыки «Солнечный круг» у него вокруг? Она в белый рот, она не знает этой песни. Она учится в очень хорошей школе, сейчас уже заканчивается скоро, она этой песни не знает. Понимаете? Сейчас это как бы не актуально, но вместо этого молодежь затаскивают в юнарбе, обещая определенные привилегии в будущем, в том числе в плане поступления в высшую школу экономики. Поэтому мне бы хотелось видеть борьбу за мир несколько более высоким приоритетом нашей внешней политики, которая в этом случае была бы более либеральной. Спасибо. Продолжение следует... Всего наше высокое собрание, давно и вообще здесь не бывало. Очень интересно было послушать, в случае не обязательно было даже говорить. Ну с чего бы я хотел начать? Пожалуй, я бы не согласился с тем, что мы не можем говорить о досоциальных правах. Можно, можно. Вся основа либерализма действительно это разговор о досоциальном праве. Почему? Потому что она, как вы помните, у Джона Рока исходит из принципа сопровенности человека Бога. Бог вложит в человека определенные божественные качества, а не досоциальные. Не важно, признает общество или не признает, что они даны Богом. Право – это не качество отношений. Подождите, я ни разу не понял вас. Я просто не буду, я просто пояснил. Поэтому принцип досоциального права, онтологический прав личности, онтологический прав бытия прав личности, они, конечно, присутствуют и в декорации прав человека, и в поправке калериканской конституции. Это совершенно естественная идея XVII-XIX века, и безусловно, и не придется понимать до сих пор. То есть человек – большая ценность, чем общество. Вот это очень важно. Любое социальное сообщество случайно, понимает человек не случайно. И это основание либеральной идеи еще своими устойками, в общем, на самом деле еще с античности. С дохристианской античности. Человек – большая ценность, чем совокупность. Исходя из этого, я так считаю, и я не одиноко, конечно, можно считать иначе. Человек – вторичен, а сообщество – первичен. Ну, классическое, парадигное – фашизм. Сразу к концу уже это становится. Ну, да. Ну, раньше были источники. Нет, раньше были источники. А источники, ну, вы, 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 слушайте, у нас начался диалог. Вот, конечно, я хотел сказать, что источник, как антиподстоитов, да, говорил о физличных сообществах. Вот. И здесь надо выбирать. Вообще есть такие вещи, которые надо выбирать. Поэтому мы очень хорошо, что мы с разговором о очень внешних вещах, иногда очень парадоксальных, либеральных, современно-российская внешняя политика нелиберальная, мы перешли к антологическим вещам, существам, которые, конечно же, надо начинать обсуждение, чтобы некоторые вещи понять ясно. То есть первая развилка, которую мы видим, это что первичное? Человек и совокупности. От того, какой мы вывод делаем, выстраиваются очень многие вещи. И здесь уже, понимаете, друг друга, ну, как я говорю, в собрании убедите, кто не сможет. Это совершенно другой дискусс, совершенно другие дискуссии, да и, как известно, никто никогда не сможет убедить. Да? Вот. Я попробую строить свою систему именно на том принципе, в котором мы с уважаемым Михаилом Литовичем совершенно не согласны. Если человек первичный, высший в церкви, то тогда любая политика, то есть по определению некая форма организации бесшеловеческих отношений, она строится для человека, потому что, в котором человеку ничего, собственно говоря, нет. Не ради голода существует человек, а город существует ради человека. Вспомните дискуссию, ну, собственно говоря, Марка Аврелия, императора, да, с именно сторонниками Аристотелса. Город, поэтому Рана Пуэрис, да, у Марка Аврелия. Так вот, если так, то, соответственно, любая внешняя политика, она является проекцией внутренней политики, внутренней, простите, внутренней политики, которая направлена на человека или использует человек как средство для решения некоторых целей вне человека находящихся, и человеку навязывания. Ну, предположим, коммунистический режим говорил о том, что человек должен послужить делу будущего счастья мира, где нет эксплуатации. И сейчас он должен работать, умирать ради того, чтобы потом было хорошо. Ну, понятно, нацизм говорил несколько иначе, что если мы очистим от всех этнических, расовых, чуждых элементов, проехать, кто работает очень хорошо, все будут бесконечно счастливы. И то, и другое абсолютно, конечно, абсурд. Потому что любой человек, расово-чуждый, социально-чуждый, с точки зрения либеральной системы, не меньшая ценность, чем расово-нечуждый и социально-нечуждый. Таким образом. Или нелиберальный. Да, значит, еще один момент, конечно, тоже разговор от Эрна, как вот Евгений Вадимович сказал. Ну, понятно же, либеральс – это человек, имеющий… Это вообще форма сознания свободного человека, не раба. Сервиз, антипорт, да? Это форма мышления не свободного человека, раба. Речь идет не о вульгарном понимании этих слов, речь идет о сущностном. Почему? Потому что свободный человек, и в этом я истоке не неси, свободный человек, он хочет другого быть свободным. Иначе он раб, потому что он хочет поработить другого. И, соответственно, раб хочет видеть всех на память, если он не хочет сам стать свободным. А если он хочет стать свободным, он и свободный человек, даже формально находясь в рабском статусе. И, исходя из этого, смотря уже на Россию, в страну, где отсутствуют и странно-полагающие гражданские страны, где Конституция не исполняется, мы совершенно ясно видим, что либеральный проект Ахерии, цели совершенно иные, создание некого вертикального общества, по главе которого стоит один человек, который всем управляет. Вчера это возникло? Не вчера. Абсолютическая Российская империя очень похожа на нынешнее цивилизмическое государство без названия. Наши посвободны. Чем большая часть времени была русская империя, но последние годы и Российская империя была посвободна. Потом все это было. Так что либерализм во внутренней политике не будет мало. Мало его еще и потому, что люди, которые имеют огромное состояние, они абсолютно не озабочены тем, чтобы счастливы жили те люди, которые не имеют этих состояний. Наоборот. Мы сами знаем, какое состояние находится общество, мед, счета, необеспеченность медицины, образование, поля, заросшиеся родниками. Но тогда я это не буду продолжать. Здесь все не важно. Внешняя политика. Внешняя политика всегда в продолжении внутренней. Если мы хотим проводить либеральную внутреннюю политику, то есть обеспечить свободу, достоинство и благосостояние максимального числа граждан, тогда мы действительно должны во внешней политике заботиться о каких вещах? О том, чтобы вокруг был мир, о том, чтобы самые современные, самые развитые сообщества были в наиболее близких отношениях. Чтобы мы могли, мы же в общем страна, конечно, страшно отставшая за мастерский период технологический, чтобы мы принимали эти новые технологии, и чтобы мы постепенно занимались на более высокий уровень. Для этого надо, понятно же, иметь ближайшие отношения с такими же авторитарными, еще худшими авторитарными государствами, как Иран и Китай, а со свободными сообществами, которые и создали эти развитые технологии, которые Китай, естественно, и Иран берут в себе. И, соответственно, вот с одной нашей внешней политикой, не дружба с Западом из того, что он либерал, хотя, конечно, с кем поведешься, от того и не берешься, но в первую очередь дружба с Западом для того, чтобы обеспечить стабильное развитие и благополучие для максимального числа людей. Но уже чисто международный фактор либерального внешнего комитета. Он элементарен. Не делай другому того, чего ты не хочешь, что тебе не тебе. Понимаете? Мы не хотим, чтобы нас отняли в Кубань. Зачем же нам надо было отнимать Крыму? На Кубани живут краинцы. От Крыму живут краинцы. Ну и что? Ну и что? В Австрии живут немцы. Но это не значит, что надо захватывать Австрию. И Аншлис 1938 года, сейчас, собственно говоря, мы все, которые мы самые отчаянные головы, осуждены во всем мире. Мы не хотим, чтобы у нас начинали где-нибудь, ну скажем, в тюрнских, мусульманских районах гражданскую войну. Зачем вмешиваться в гражданскую войну? В Сирии. Ради Чипа. Ради каких целей? А ведь то, что ты делаешь другому, по закону, всегда возвращаетесь к тебе самому. Никогда так не бывает. Соответственно, принцип либеральный внешний политик элементарный. Элементарный. Который нарушает, разумеется, не только мы. Но это ничего не значит. Это наш МИД очень любит говорить. И вы тоже. А вот у вас так-то. Ну и, в случае, это разговор на серьезных людей. Так вот, мне кажется, что перед нами стоят, перед Россией, перед Россией стоят очень фундаментальные сейчас задачи. Если мы считаем приоритет человеческого личности первенствующим, это, конечно же, ориентация на восстановление, расширение гражданской и политической свободы, внутренней самоуправления, а до свободного суда, безусловно, то, что поповано абсолютно сейчас, на мой взгляд. Мы стали слабой страной, нищей страной. И именно из-за того, что мы гнались за неровным величием, вот абсолютное изменение, переориентация наших приоритетов может сделать человека счастливым. Иначе человек будет еще более несчастным, очередная революция неизбежна, за ней следующая революция очень вероятна. И одна из революций будет последней для России, потому что, как в истории, могу сказать, что ни одно государство не существовало вечно. И это банальность, это туризм, но этот туризм может подтвердить очень-очень быстро, быстрее, чем мне бы хотелось. Спасибо. Так, пожалуйста, но сначала вот там, а потом уже... Спасибо. Я действительно тоже хочу поблагодарить составителей книги за такой, действительно, очень подробный обзор столь разного понимания революционизма, который сегодня существует. В частности, к другому последнему выступлению хотел бы прокомментировать, что существует два варианта обоснования прав человека и через естественное право, и через позитивное право по договорному принципу. Но сказать хочу о другом. Мне кажется, что действительно не случайно здесь все время звучала мысль, что вот эти действия обосновываются в рамках либерализма, смотрите, это же настоящая либеральная политика, другое дело, что другие нет, и так далее, и так далее. Мне кажется, причина этого в том, что мы в данный момент живем в ситуации декоративного либерального порядка. То есть на практике он далеко не либеральный, но декоративная система его либеральная, поэтому, собственно, самые разные политические режимы оправдывают и, во-первых, стараются в любом случае использовать очень часто либеральную риторику для обоснования своих действий, и в том числе, возможно, совершенно искренне используют либеральные инструментарии в своей политике. Другое дело, что мы сейчас видим, как этот либеральный порядок все активнее испытывается на прочность. И это совершенно естественно, поскольку в своем росте и развитии, на мой взгляд, развитие институтов, развитие права международного, основанных на либерализме, на общей декорации прав человека, обгоняет об одного очень сильно реальное развитие общества. И получился этот дисбаланс. И еще, учитывая, что, опять же, да, тоже развитие глобализации и либерального порядка, не совмещенное с соответствующей ответственностью, привело к диспропорциям развития государства, разнообразным экономическим, политическим в их стадии и положении. Соответственно, это действительно естественная ситуация, когда разные общества и режимы начинают испытывать этот порядок на прочность и начинают еще разбегаться каждый по своим домам, заявляя, что их собственный национальный интерес, их национальный эгоизм даже важнее, чем ценности общего либерального порядка. И это было бы совершенно инормальное естественное, и, на мой взгляд, предшествовало бы поиску выходов из этой ситуации, если бы к этому процессу не примешивался ренессанс национализма. Я бы здесь разделял национализм и защиту своих национальных интересов. Национализм как действительно идея противостоящего либерализму, как справедливо было уже сказано, ставящему весь либерализм, ставя в центр человека, то и, соответственно, сообщество свободных людей, в идеале, в некотором топическом, в топическом смысле неосуществившемся до сих пор, идеальном общемировом сообществе свободных людей, то национализм влечет общество к движим представлениями о уникальной задаче, уникальной судьбе, о уникальности и необходимости защиты собственной славы. Одно дело отойти в сторону, отойти в себя, видя, что в мире не работают, пробуксовывают механизмы, отвечающие за сотрудничество, за решение вопросов на основе международного права, договоров и так далее. Другое дело – положить в центр собственную славу, собственные уникальные предназначения и тому подобные вещи. Здесь мы подходим к тем действительно ценностным вещам, о которых люди, придерживающиеся разных точек зрения, обычно с трудом могут договариваться. Как человек, придерживающийся в этом отношении либеральной ценности, я хотел бы сказать, что я вижу как раз в этом, вижу угрозу, потому что национализм способен действительно доломать окончательно, доломать с вами основу этого созданного после Второй мировой войны либерального порядка, и тогда мы действительно можем рисковать повторением такого тотального, бесконечного соревнования государства. И последнее. Естественно, если все-таки как-то отвечать на вопрос, вынесенный в заголовок нашего круглого стола, то я бы хотел тоже еще раз сказать, что, конечно, невозможно проведение подлинной смысли либеральной внешней политики, то есть основанной на вот этих ценностях, что не означает, естественно, игнорирование национальных интересов и защиты своей общности, поскольку вот этого идеального мира свободных людей не существует и есть силы, которые вступают в активную агрессивную конкуренцию с твоим, да, с твоим сообществом. Но, безусловно, проводить такую либеральную политику во внешнем, вне страны невозможно без ее проведения внутри. Поскольку в нашей стране, как профессор Зубов-Скар-Любилов говорил, мы сейчас этой политики не наблюдаем, то и, конечно, такой буквальный точный вопрос, точный ответ на поставленный вопрос будет отрицательным. Спасибо. Спасибо. Когда несколько лет назад в этих стенах я решил скрепнуть пыль с либеральной империи Чубайса, Сергей Александрович тут же поправил меня и напомнил, что это вообще произведение старого свопа, а вовсе не Чубайса. Оставим вот этот милый эпизод на совести Чубайса, как и многие другие эпизоды. Здесь важно отметить, что ведь либеральная империя, к нашему разговору, она совершенно не обязательно должна проводить либеральную внешнюю политику. Скорее наоборот. И тут хотел бы напомнить, что Тимофей Вячеславович не дали, как сегодня написал нам, что все государства одинаковы, не одинаковы их возможности. Теперь мне хотелось бы перейти к одной очень известной статье Гарнацкого «Автотроп из человечества», опубликованной в 1925 году, когда он уже заработал в Париже. У нас эта статья вышла в 40-м, с существенными, очень важным содержанием, купюр. Что писал Гернацкий, то, что важно в контексте нашего сегодняшнего обсуждения. Представление о том, что социализм 19 века это был утопический социализм, совершенно не верят. Потому что Фурьеса, Симон, Кулы были вполне на уровне естествознания своего века. Соответственно, так называемый утопический социализм был научным. А вот социализм большевиков это как раз утопический социализм, потому что эти люди не только не на уровне современного естествознания, в лучшем случае они овладели гимназией классической физикой, в самом лучшем, но и стиль их мышления, гимназского не стиля, а дух, дух их мышления глубоко противен естественным наукам. Вот это очень важное положение, которое мы должны иметь в виду, когда мы вообще сравниваем лидерализм и какие-то соперничающие течения мысли, общественную политическую мысль. Закат лидерализма это результат его отставания от современной науки. Вот если вы возьмете все эти спекуляции вокруг потепления перимата как антропогенного процента, человеку, работающему более 40 лет в институте биографии, это слышит просто тяжело. Когда пришла месть о победе Трампа, Академия Котлякова, тогдашний директор института вот только не пил шампанское, ну что ему нельзя пили чай. Потому что человек наконец покон... Я имею в виду не Котлякова, а Трампа. Человек наконец покончил с этой климатической истеризм, с этим всемирно историческим надувателем. Ваш покорный слуга объясняет студентам, почему устойчивое развитие невозможно даже теоретически. Нет, это точно. Может, не сомневаться. А можно посомневаться? Ну, это всё наиболее зримые вещи. Если мы возьмём наши реформы образования, управления наукой, когда, вообще говоря, библиометрия стала критерием истины, когда деньги на научные исследования распределяются абсолютно тем же мудрейшим способом, как и подряды на строительство. И считается, что это величайшее достижение человеческой мысли. Вот там несколько тысяч лет к этому ушли, пока не наступил конец истории. Но, если говорить о конце истории, то ведь в советские времена был мыслитель калибром-то покрупнее Фукуяма, Михаил Левшин. Сейчас мало вспоминают его статьи «Чего не надо бояться». Ну, он был поглубже явно. И поэтому именно вот эти вещи, они делают, на всякую очередь, для человека с естественным научным складом ума либерализм совершенно непривлекательный. И понятно, что учёные, сохраняющие верность науке, пойдут за теми, кто будет, вообще говоря, на высоте научных достижений своего прибыла. Одна из самых проницательных светлых голов в области социальной философии в нашей стране Валентина Гавриловна Федотова выделила три модерна. Первая – это либеральный модерн 19 века. Этот период закончился с началом Первой мировой войны. Второй – она его не назвала дирижистским, она назвала социал-демократическим, организованным модерном в 20-70-м годах. Но сюда входят и не только социалистические, но и национал-социалистические модерны и коммунистические. Это примерно сходные виды дирижизма. И, наконец, третий модерн – это новое время незападных стран. Запад устал после второй модернизации и ударился в постмодернизм. Соответственно, незападный мир, для которого не приемлен ни нулевой рост, ни все эти другие глупости римского клуба и других клубов и тому подобных пойдет совершенно другим путем. Вот Россия может стать или не стать лидером вот этого нового времени незападных стран. Какую Россия должна для этого проводить политику, я бы не стал на этом останавливаться, но, по-моему, вполне можно ссылать к нашей вчерашней дискуссии в лектории слов. Там было все сказано достаточно определенно. Спасибо. Искольшее фроняк могут увидеть через неделю на сайте. Так, Инга, потом Покерс Несневич, Сергей Савич и Дима. Инарик Морисович. Ваши спасибо за предложение. Очень интересная дискуссия. Ирина Александрович, спасибо большое. Микрофон. Микрофон. Слышно? Помнишь голос? Вопрос звучит, возможно ли либеральная внешняя политика современной России. Если наверное исходить из того, что вовне мы можем транслировать только то, что есть у нас самих, то здесь возникает другой вопрос а кто мы. И вот собственно мой сосед коллега Андрей Борисович правильно? Супер. Да. Размышлял на тему человек и совокупность. Что первичные как взаимосвязанные эти два элемента исходим из того, что человек вроде бы первичным, но с другой стороны мы знаем, что человек это порождение его взаимоотношений в течение всей жизни начиная с семьи с разными совокупностями. И так получается хороший человек или плохой человек говоря простым языком. И вот недавняя ситуация. Саратов жестоко убийство, девочки девятилетние и в обществе у нас запущен соцопрос возвращать не возвращать смертную казнь. Скептически честно скажу отношусь к разным вопросам в соцсетях, но тем не менее цифра о том, что 80% за введение смертной казни. Вопрос Владимир Александрович, вы как сторонник либеральной идеи, как относитесь к снятию моратория на смертную казнь? Вы считаете, что надо его оставить? Конечно, я против смертной казни. И второй момент, возможно ли с точки зрения при такой цифре 80%, по крайней мере как говорит этот вопрос, провести какое-либо исследование на готовность вообще нашего общества в целом к имперализму по разным позициям. Можно ли это как-то взвесить? Может быть, имеет смысл это как-то произведывать? В 19-м веке был либерализм, была смертная казнь. В общем, где противоречие были. Вопрос оболняющий возникает. А если в Швеции в такой ситуации провести такой вопрос, там что? Да не просто, мы же задаем вопрос. Предпетите вы российской правоохранительной системе обслуживания? Сол, сейчас идем. Пожалуйста. здесь просто потерялись, от этих дискуссий вообще потерял какой-либо разумный смысл. Значит, первое технологическое замечание, ни одно учение, либерализм, консерватизм и так далее, он не стоит на месте. Он эволюционирует. Вопрос, что мы здесь обсуждали под либерализм, остался совершенно непонятным. потому что каждый, в основном все отношения к этому течению, извините, это 19 века, это 21. Либерализм 21 века это совсем иная ситуация, чем либерализм 19 века. Это вот первое чисто технологическое замечание, потому что если мы начинаем с этого, то дальше все разговоры просто теряют смысл. И второе замечание, которое у меня есть, мы обошли стороной вообще ключевую историю, в которой мы живем. Вот сегодня возвращается во всяком случае научное исследование, так называемый цивилизационный подход. Вот без вот этого подхода оценить то, что сегодня происходит в мире, это вообще, на мой взгляд, абсурдно. Потому что на самом деле, ну, даже целую книжку написали по этому полу, что мы сейчас живем в эпоху цивилизационного транзита. И вот та самая история с распадом мирового порядка, она связана не только с окончанием Второй мировой войны, но она связана вот с этим процессом. Мир еще не нащупал того порядка, который ему нужно связировать с этим цивилизационным транзитом. Ну и отсюда куча всяких вещей, которые здесь обсуждались, но они, вот с точки зрения этого подхода, они становятся свои места, в том числе и с Китаем, это любимый разговор о цивилизационном подходе про Китай и так далее. Вот мне кажется, что если бы мы стали на эту позицию, то дискуссия просто была бы намного плодотрудной. Спасибо. Спасибо большое. Интересно. Спасибо, коллеги. Мы потихоньку подходим к концу. У меня несколько замечаний. Одно чисто такое вкусовое идеологическое, но, конечно же, либерализм такая же антицеловеческая концепция, ну, в чистом виде, как и коммунизм, максимальный, максимальный экрективизм или максимальный индивидуализм. Человечество не выжило бы, не выжило и при коммунизме, не выжило бы оно при максимальном индивидуализме, не сходили из того, что у нас было только Адам и Ева, и Ева, они могли бы, как-то, хотя я уже не уверен, потому что им нужно было строить отношения между друг другом, друг другом, друг с детьми. Ну, это уже так. А вот более, я слушал внимательно, и вот мы сейчас поработаем над многими концепциями будущей российской политики, и я услышал очень интересные вещи, которые мне показались конструктивными и которые я хочу вбросить обратно. Ну, первое, все говорят о том, что западный мир более свободный, значит, ну, западный мир более свободный, потому что он имел возможность 500 лет грабить все из остальных. А теперь он лишен 500 лет нами. Мы, правда, не знали, что мы это делали, мы осуществили мир без просьбы и даже не знаем, что мы это делали. А в этой ситуации я абсолютно точно уверен, что западный мир будет другим, через 10-15 лет он уже становится другим, потому что он лишен возможность перекачивать военную большую поиску. А что он делает? Это первое, то есть мы носители свободного народа и стран. И уже это конкурент. Здорово! очень интересная мысль здесь у нас прозвучала, это то, что Россия вообще говоря, может быть гарантом неприсоединения. И третья мысль, которая прозвучала, мне кажется, которая для меня оказалась, ну, вообще, мирового неприсоединения, в широком смысле, Китая, и, да, концепция большой граждан именно об этом, в том числе. А третья мысль, которая мне крайне понравилась, она в том, что все согласны, что высшие цели политики должно быть обеспечение мира. Конечно. Ну, в том числе, чтобы либералы и антилибералы это основной либеральный принцип. Сотрудничество ради мира. А эту цель российской политики, которая вообще была и исконно присуща, мы забыли, у нас она была присуща всегда, но просто, во-первых, для России обороны и распределения мира главная национальная идея была, обстоятельства географии, ну, а во-вторых, потому что мы больше всех пострадали и в какой-то момент, кроме, наверное, кроме Польши, а в какой-то момент в Советском Союзе было вот это почти что истерическое стремление к миру, которое было вынуждено тем, что, ну, дикий страх. И что интересно, может быть, и делая такую политику, случаясь через бухенуальские напады, приходят для русской войны, флагманом нашей будущей политики, но сможем, во-первых, помириться внутри немножечко, что важно, а во-вторых, может быть, предложить миру достаточно интересную, устремленную в будущее политиков. И мне кажется, что, если мы согласны вот на этом, да, то это, очень важно это основа лидерализма, мир, сотрудничество, право, мир, изногласия, как бороться за мир, как готовиться к миру. Так будет, так будет, так будет, так будет, так будет, следующий вопрос, мы об этом тоже будем, это тоже будем предлагать для обсуждения, сейчас будет в утренней дискуссии, потом будет серия, там, назовутся к синональзам, но там, я думаю, этот вопрос мы поставим на более широкое обсуждение. Спасибо. Дима. А правильно-то было бы ставить в историю авторитарного российского государства, потому что оно именно такое на сегодняшний день. И есть мнение, не мое, но оно просто неоднократно озвучено, что последние 20 лет наша внешняя политика, называемая либеральная, она является домовой завесой для прикрытия провалов во нашей внутренней политике. Тогда надо совмещать ей как-то вещи, потому что... Это правда, единственное, что я могу сказать, что у нас есть две, это так, это на тех, это может быть только одна, это липпровал во внутренней политике и во внешней, либо хотя бы в одной минуте. Потому что у нас была политика, мы проверялись таким грохотом, на всякой еще внешней политике, которой у нас еще не было, в 90-е годы, мы там мотомотали. А мы внешне проваливали, а что на постсоветском пространстве? Это имперский дух, который у тебя не плохо. Поэтому... Это мы еще на отдельный вопрос, потому что мы занимаемся этим так, более имперским процессом. Давайте мы можем более остро и четко ставить. Там все на постсоветском пространстве, слава тебе, господи. Во-первых, где-то процентов 15, ВМП 20 экономят, о чем мы не понимаем, а наоборот даже зарабатывают. А во-вторых, действительно там фантастически либеральная... И в смысле Севастьянова, он просто не знает, что творится в этом Евродействе, которое вызывает, меня и у других людей, которые этим вопросом занимаются профессионально, просто, с одной стороны, бешенство, сколько же можно им давать, а с другой стороны, гордость за то, что мы такие минус-квертые и безумие не наиболее. Так, все, Дима, заканчивай. Я на самом деле хотел бы остановиться на очень фундаментальном... Во-первых, вернуться к все-таки либеральной внешней политике, а не о общевсяческих рассуждениях. И, во-вторых, оттолкнуться от фундаментального тезиса, который сформулировал Андрей Борисович, с которым я хотел бы не согласиться, но этот тезис действительно крайне важен и централен для нынешнего западного неолиберального дискурса применительно ко внешней политике. Следующее. Что либеральная внешняя политика может проводиться только либеральными государствами. А нелиберальные государства, включая как раз и Россию, и Китай, они по определению не могут проводить либеральную внешнюю политику. И это приводит к огромному количеству международных проблем и противоречий. Когда те правила, те институты, те режимы, которые между собой создают те государства, которые не признаются на засаде в качестве либеральных, они не воспринимаются всерьез. И они не считаются как бы либеральными. Евразийский экономический союз, например, мы говорим, ну вот же, это международный институт, который основан на правилах, на определенных процедурах. А отношение такое, ну как, ну вы что, не могут авторитарные государства создать интеграционный проект. По-определению. Соответственно, авторитарные нелиберальные государства не могут играть по правилам. Либеральные государства не могут создавать либеральный международный порядок и являться частью либерального международного порядка. И они не воспринимаются как легитимные участники международных отношений. И те институты, режимы, которые они создают, они тоже не воспринимаются как легитимные. Но, извините, это, да, это фундаментальный тезис нынешнего западного неолиберализма, но это, во-первых, не соответствует классическому либерализму. А, во-вторых, это, по сути дела, является атортеидом и расизмом применительно к современному международному отношению. Да, когда есть, условно говоря, этнически чистые, правильные государства, которые, как бы, могут играть по правилам, а есть нечистые, которые надо сначала дорасти, умыться, да, значит, внутренне трансформироваться, а вот только потом, когда они внутри себя будут представлять собой нечто либеральное, вот только потом им будет позволено считаться полноценными участниками международных отношений. Вот с этим тезисом я не согласен категорически. И это фундаментальный вопрос для нашей нынешней дискуссии, да, поскольку я считаю, что не только либеральные государства, другое дело, что являются, если сегодня вообще, остались ли сегодня действительно либеральные государства, на международной арене, да, являются ли, например, сегодня Соединенные Штаты Америки в чистом виде либеральным государством, где все подчинено человеку, и где именно человек определяет. Все, я в этом абсолютно не убежден. Но более широкий вопрос, что могут ли не либеральные государства играть по правилам, да, создавать институты, и чтобы эти институты и правила воспринимались как легитимные, да, разумеется, могут. То есть, нелиберальные государства тоже могут осуществлять либеральную внешнюю политику. Так, ну, дискуссия была, как бы сказать так, аккуратно, очень диверсифицированная. Мы прошлись по широкому кругу вопросов от глубочайшей теории до взлета в большие обобщения. Ну, вот Сергей Александрович, который сейчас борется за мир, очень активно, он правильно вычленил доминанту, а Михаил Александрович правильно заметил, что мы все согласны, что отбороться за мир, только вопрос, что, собственно говоря, ведет к миру. Вот Андрей Борисович уверен, что Россия разжигала Сирию, я так уверен, ровно обратно, но, видимо, мы по-разному понимаем, как было преодолеть эту проблему, но тем не менее. А в принципе, мне дискуссия понравилась, потому что я больше забоялся, что мы, кстати, все, к сожалению, довольно привычные для нас, в этой аудитории, разговоры о том, расширение НАТО было хорошо или плохо, как нас обманули, или как нас не обманули. К счастью, мы, наверное, уже прошли этот этап и можем действительно разговаривать о более серьезных вещах. И то, что здесь было затронуто, вот об этом, о сущности либеральной политики и о том, что на самом деле Россия, можно долго спорить, какая она есть, но какая бы она ни была, это не значит, что либеральное политическое полностью и всегда противопоказано, а в какие-то моменты оно, может быть, и нужно, вот это, по-моему, очень важно, потому что, к сожалению, то, что мы наблюдаем в нашей публичной дискуссии, что все понятия превратились в пустышки. То есть, это те чистые штампы, и когда ругаются друг на друга либерал там, вахник и так далее, на самом деле, за этим уже он не стоит. Вот я надеюсь, что в наших дискуссиях мы сможем вернуть этим понятиям содержание. Спасибо большое и, в Круг Невости просим, как всегда, спасибо и отлично.